Приветствую вас, Аноним, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с девушкой больше трех лет, были с ее стороны измены, но больше чем тридцати лет, люблю ее очень сильно, как будто другие не испытывают такую любовь, понимая, что больше такой любви не будет. Но, как вспоминаю измены, появляется отращение, боль, самоуважение, самооценка падает, понимая, что так продолжаться. Так продолжаться не может, хочу расстаться, но сердце разрывается. Как быть? Ну, в целом, вообще, как быть, чтобы что, знаете, то есть, как бы, в случае, например, с возможными вариантами, на мой скромный взгляд, здесь у вас состоит следующим образом. Вы можете гармонизировать отношения с одной стороны, вы можете разобраться в себе с другой стороны, вот. То есть, ну, вы можете как-нибудь поисследовать, да, себя, посмотреть, ну, вообще, вот, вам самому, вот, что нужно. Вы сами, вот, в данном случае, чего хотите. Лучше для вас, вот, что будет, да. Ну, вот, и, соответственно, соответственно, уже разбираться, ну, в дальнейшем, как и что вам нужно, вот, потому что, ну, в данном случае, вот, конкретном, мне кажется, в первую очередь нужно обратить внимание именно на это, да. То есть, вы можете гармонизировать отношения, вы можете простить ее, вот, вы можете разобраться с, допустим, причинами измены, потому что изменят, ну, как правило, это следствие проблем в отношениях, вот. Безусловно, безусловно, что есть варианты, безусловно, есть всегда нюансы. Вот, это правда, мы от этого не отказываемся, вот, но, тем не менее, этот вопрос нужно как-то отдельно разбирать, от первого, да. То есть, вот, я надеюсь, вам, в первую очередь, данный аспект более-менее понятен, вот. Шпион, необходимо, в первую очередь, вам разобраться в том, чего же вы хотите. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что, значит, встречаете девушку больше трех лет. Ну, собственно, здесь, в таком случае, к вам вопрос возникает. И вопрос, ну, как мне, кажется, довольно логичный вопрос возникает. Что между вами общего вообще? То есть, ну, вот, ну, вообще, вот, что между вами общего? Что вас объединяет? Говорит, что вы ее очень сильно любите, вы как будто бы другие так не любят. Как бы это, вот, в данном случае достаточно сильно напоминает некую любовную зависимость, да. При том, что вы понимаете, что вот вам что-то не нравится. Если вы, там, грубо говоря, хотите отношения закончить, но не можете сердце разрываться. То есть, любовь – это, безусловно, принятие человека, если вы не можете принять особенности на данный момент, а ваша девушка, при которой она изменяется, соответственно, ну, как бы, любовь – это, вот, в какой-то степени подвопрос в данном случае, потому что любовь обращает принятие человека, вот. Принятие человека, безусловно, принятие человека, вот. Если, безусловно, человек принять не можете, то это уже, это уже вопрос. Вопрос, собственно говоря, вам, к сожалению. Вот, поэтому здесь, может быть, имеет смысл больше, ну, имеет смысл говорить не про любовь, а про любовную зависимость. Возможно. Возможно, повторюсь, потому что это, во-первых, требует, так скажем, выяснения, это требует подтверждения, по крайней мере. Сейчас этого подтверждения, понятное дело, у нас нет. Вот, то есть, у нас есть, в принципе, информация, которую, ну, которую вы демонстрируете, у нас есть эта информация, но, тем не менее, вот, как бы, вот, аспект здесь, он, вот, такой, как мне кажется. Вот. Вот. Поэтому, в данном случае, ситуация, вот, такая. Дальше. Дальше. А, дальше идём. А, значит, что вы пишете? Если бы, подробно, ниже, очень нет. Ну, вот, это... Да, а, расскажите об этих изменах подробнее, вот, что, девушка, ну, как бы, а, сама, в общем и целом, думает, да, про эти измены, как она сама к ним относится и относится ли она вообще к ним как-то. Я имею ввиду к изменам, потому что может быть у нее есть краткая история. Нужно сделать, на мой взгляд, анализ ваших отношений, чтобы как-то вот несколько лучше понять ситуацию. Чтобы лучше понять, не изменяла ли вам она в том числе потому, что вот что-то в отношении к вам ее не устраивает. Например, такая вот пылкая, яркая любовь с вашей стороны, вследствие чего она может почувствовать себя на свободу. И измена это как раз-таки единственная возможность для нее, способ почувствовать себя свободу. Ни в коем случае в данном аспекте я не пытаюсь ее обхазать. Не подумайте, пожалуйста, чего-то такого. Я никого не оплатываю. Просто говорю о том, что могут быть вот такие нюансы, на которые вам достаточно сложно обратить внимание в силу того, что вы находитесь в этой ситуации. Дальше. Следующий момент, на который хочется обратить внимание. Он заключается в том, что... Значит, в первую очередь, в первую очередь, какое отношение для вас имеет возраст? Да, потому что вы говорите, что нам больше 30 лет. Какой отношение для вас в данном случае имеет возраст? Это очень важно этот аспект понять. Прямо как. Совершенно очевидно, что на вас это влияет. Дальше. Понимаете, что такой любви больше не будет? Что это для вас значит? Что такой любви больше не будет? Да? Вот. И что для вас это означает? Понимаете, а здесь, вот здесь конкретно, вы как будто бы говорите о том, что любовь для вас это вот чуть ли не такой, знаете, смысл как будто бы жизнь не получается. То есть вот я живу только вот для любви. Вот такая вот любовь, да, я живу, живу вот только любви. Ну только из-за любви. Если если любви не будет как бы, то... То... Всё. Понимаете? И мне кажется, что... Такая профессия, она вряд ли делает вас... Более... Свободным. Вот. Поэтому я бы обратил, конечно, на ва... Ваше внимание на данный аспект, как на... Крайне важный. Именно вот... С точки зрения вот... Такой позиции. С точки зрения такой... Ну... Ну... С точки зрения... Того, насколько вы свободны. Можете быть того вообще... Вы понимаете, да? О чём... Я говорю. Ну вот в данном... Случае. А вот... Дальше... Идём. Дальше идём. Значит... Эм... Смотрите... Эм... Вспоминая Евмина, пилая за обращение, были тогда... Маха. То есть... Эм... Вот... О чём... Вы в данном... Эм... Случае говорите. Ну вот... В смысле... Про что... В данном случае... Вы говорите. Эм... В данном случае... Вы... Судя по всему... Говорите о том... Что... Хотели бы... Чтоб... Ж... Женщина... Эм... Принадлежала бы... ТОЛЬКО вам. Вот. То есть... Вы в ней не знаете. Вот. По сути, об этом вы говорите. О том, что вы в ней не знаете. И... Дело здесь, как мне... Кажется не в том... Что... Вы не можете в ней не знаете. А дело здесь в том, чтоб понять... В... 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 Ну... Поскольку, например, вы говорите... О том, что... Эм... Эм... Ну... Допустим... Вы говорите... О... 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 Что... У вас... Появляется... Отвращение... К ней... То... Может быть... Эм... Мы говорим... О... О... Желании... О... О... Стремлении... Эм... Эм... Самотвердиться. То есть... Мы говорим... О том, например... Что... Как-то вот... Вы не очень... Эм... Собе уверены... И... Как-то... Вот... Вам... Эм... Нужен... Допустим... Эм... Какой-то... Стимул... Из... Вне... Чтоб... Жить... Да? Как-то... И... Девушка... Эм... Вами... Например... Э... Может... Восприниматься... Эм... Таким образом... Вот... Эм... Вами... Ну... Вот... Нуждаются... В... Нуждаются... В... Вы... В ней... Нуждаются... Естественно, я о всех тонкостях не знаю, и естественно я не претендую на истину, в данном случае. Я просто в данном случае пытаюсь рассказать вам именно о возможной гипотетической истории, которая в той или иной степени может с вами происходить. И соответственно говорю о том, что дальше, что вы с этим в принципе можете сделать, в дальнейшем. Вот. Я больше наверное как-то про это пытаюсь вам сейчас сказать. Да? Поэтому, обратите пожалуйста на это внимание. Дальше, значит, сердце разрывается. Вот здесь мы можем обнаружить, как мне кажется, ваш страх или вашу, допустим, непривычку, например, подумывать до конца мысля. То есть вы вроде бы начинаете говорить, что вот мое сердце раскрывается, но что вы под этим подразумеваете? Что вы под этим имеете ввиду? Вы говорите, что моя самооценка и самоуважение падает. Не понятно, к сожалению. Вот. И, в общем, как-то вот так получается, что все время вы останавливаетесь на полусловия. Вот. А не очень это для вас хорошо. И для отношений, в принципе, ваших, ну, для будущего, вот, для перспективы. Это тоже, мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Поэтому в данном случае это довольно серьезный момент. Вот. Ну и повторимся в целом, если девушка ваша солидарна с проблематикой, которую вы описываете, то можно говорить о том, чтобы вам вместо с ней обратиться к психологу, да? И начать работу, начать разбираться, так скажем, в тех сложностях ваших взаимоотношений. Вот. Которая у вас наступила. Вот. Если вы вот ее любите, так вот, как вы говорите сильно, то я думаю, что вы хотели бы на отношениях работать, хотели бы менять. Но предупреждаю, что перемены происходят не так, как может хотеть человек. То есть, с этими словами, неизвестно, куда и как вы будете меняться. Поэтому вполне возможно, что результат будет несколько не тем, у которых вы хотели бы. Вот. Потому что это тоже, на мой взгляд, стоит учитывать, как минимум. Вот. И дальше уже смотреться и двигаться, решать. Вот. Куда и как вы будете... направляться и все, например. Да? Ну, допустим. Вот. Я думаю, такой ответ вам, в принципе, ну, можно быть. Я думаю, что он... Так вам... Такую... Такой взгляд вам можно предложить. В целом. Пока что. С точки зрения психологии и с точки зрения психотрафии. А, да. В любом случае, измена. А, есть... Трама. В любом случае. То есть, вы получили травму, а, судя по всему, неоднократную. И вам с этой травмой нужно работать. Вот. Чтобы она не оказывала на вас такого, вот, может быть, существенного влияния. Вот. Какой вы ощущаете на данный момент. Вот. Для этого необходима индивидуальная терапия. Вот. Индивидуальная работа. А, ну, с вами. Как бы. Если этого не делать, то даже если вы хотите сохранить отношения, все равно будете ее вспоминать. Вот. Ну, и имело бы смысл, конечно, как-то постараться девушку понять, да, вы получите ее позицию. Вот. Попытаться увидеть в ней, ну вот, в её позиции, что-то такое, что могло бы вам не помочь. Прямо, прямо, да, но немножко, может быть, сместить фокус, внимание, все себя на неё. Опять же, опять же, если вы говорите, что вы, вот, её любите и что вам она дорога и что, вот, вы хотите, ну, хотели бы там быть в ней, что вам больно от того, что, вот, ну, может быть, вы расстанете с того, вот. Поэтому здесь, как мне кажется, вам нужно, ну, всё равно, вот, как-то для себя определиться. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд, чтобы лучше себя, вот, понимать, чтобы лучше понимать, что вам, ну, что вам нужно. Вот. Чтобы лучше понимать, куда вы хотите двигаться дальше. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Продолжение следует...